Девушки отдыхают Девушки отдыхают Как страшные лямблии полезли и поселились в желчном пузыре и так далее Короче, может быть, если вы будете знать, как система пищеварения работает Вы поменьше будете реагировать на всякие глупости Договорились? Представьте себе Есть трубка, которая начинается во рту и заканчивается где? Правильно, там, в попе В эту трубку все время попадают какие-то жидкости Это вот кишечные соки, ферменты, вода Вот это туда попадает Дальше из-за этой трубки все время что-то всасывается И эта трубка все время сокращается И таким образом ее содержимое от рта передвигается куда? Правильно, к попе Молодцы! И вот эти все процессы, они происходят практически на всех участках этой трубки Начинается это с полости рта Где у нас есть что? Слюна, в которой уже начинаются процессы пищеварения Потому что в слюне есть ферменты Например, фермент амилаза Он расщепляет определенные компоненты пищи Кроме этого, пища измельчается и после этого проглатывается Да, кстати, некоторые вещества могут даже прямо из полости рта всасываться в кровь Непосредственно со слизистой болотки щек Это, кстати, используется, когда мы используем некоторые лекарства под язык Помните об этом, да? Молодцы! После того, как пища попала из полости рта, куда она попадает? Заметь! Я хочу обратить ваше внимание, смотрите! Пищеварение! Да, молодцы, я понимаю! Но дело в том, что когда вы сейчас тут отдельные робкие голоса произносите слово пищеварение Вот если бы я вам сказал, когда мы выходим из подъезда, куда мы попадаем? Все грубо говоря, на улицу! Потому что это вроде как всем понятно, да? Но когда ты произносишь, а из полости рта пища куда попадает? И тут такая тишина и два робких голоса в пищевод Мы ничего не перепутали, потому что все боятся Это же мы учили в школе А когда мы это учили в школе, мы что помним, зачем оно нам было надо? Мы же тогда думали совсем о другом Действительно, когда мы пищу проглотили, она попадает в пищевод У пищевода функций мало Его задача от полости рта доставить еду куда? В желудок! Молодцы! Наши знания в области анатомии стремительно растут! Молодцы, ребята! Главное, дальше пища попадает в желудок Там очень серьезная система по химической обработке пищи Там и ферменты Ферменты это особые вещества, расщепляющие еду Наша задача, вот эту вот грубую еду, самую разнообразную Расщепить до мелких молекул, чтобы она могла что? Всосаться в кровь, да? Это наше топливо, мы жить будем, расти будем за счет этого Итак, в желудке и химия, соляная кислота И ферменты, например, пепсины Что самое главное? Между желудком и пищеводом находится дверца Дверца, сфинктер, которая не дает содержимому желудка попадать куда? Да? Пищевод Потому что там соляная кислота Если соляная кислота попадет в пищевод, что мы почувствуем? Изжогу Да, вот, смотрите, как мы уже растем Молодцы! Просто, ребята, когда у вас изжога Вы не будете лечить ее, например, какими-нибудь волшебными микробами Да, она лечится иначе Но для того, чтобы это понять Надо разобраться, а где вообще в кишечнике эти микробы бедные живут? Да, после желудка куда попадает пища? В двенадцатиперстную кишку С которой начинается тонкий кишечник Двенадцатиперстная кишка чуть ли не самое главное Самое важное место в желудочно-кишечном тракте Опять-таки, что очень важно Между двенадцатиперстной кишкой и желудком Тоже находится дверь, ворота Потому что там среда кислая, а в двенадцатиперстной щелочная Если будет туда попадать соляная кислота, там образуется язва Понятно? Поэтому стоят ворота И в двенадцатиперстной кишке самый главный завод по перевариванию пищи Потому что нужны ферменты Где эти ферменты главным образом образуются? Они образуются в печени Накапливаются в желчи, в желчном пузыре И поступают по тонкому протоку Куда? В двенадцатиперстную кишку И эти ферменты, которые находятся в желчи, расщепляют что? Жир Жир То есть жирную пищу переваривает что? Печень Фух Причем, заметьте, друзья мои, почему это так интересно? Когда я сейчас скажу Ребята, сколько будет дважды два? Четыре, мы дружно говорим А когда я спрашиваю А жирную пищу главным образом переваривает что? Тишина Тишина И вот иногда мне как бы неудобно вам это все рассказывать Мне кажется, вы что ходили в школу Но 99% присутствующих понятия не имеют Зачем нужна печень Зачем нужны желчные пузыри Зачем нужна желчная И этим пользуются люди, которые продают вам таблетки Поэтому в школе надо учиться, чтобы правильно тратить деньги Понимаете? Понимать, что вам втюхивают в этой жизни Запомнили? Молодцы! Туда же В двенадцатиперстную кишку попадает еще одна трубочка С кучей ферментов Самых главных ферментов Из какого органа приходит эта трубочка? Из желчной Молодцы! Хор просто огромный хор То есть 90% всех реакций Всего обмена веществ Именно там Там все расщепляется Превращаются молекулы И там всасывается в кровь И ненужная уже Ненужная еда Куда попадает из тонкого кишечника? В толстый! Молодцы, ребята! Наши знания по анатомии стремительно растут А в толстом кишечнике уже живет куча бактерий Которые питаются остатками То, что мы не доели Они доедают Понятно? И плюс там всасывается вода Много воды всасывается У нас что? Запор Мало воды всасывается У нас понос И жизнь, в общем-то, прекрасна Главное, что вы должны понимать Что когда мозг ребенка хочет есть Когда организму нужна энергия Нужны питательные вещества То тогда желудочно-кишечный тракт Приходит в состояние боевой готовности Понятно? Что это значит? Это значит накапливается слюна В желудке появляется что? Соляная кислота В печени появляется что? Желчь В поджелудочной железе Появляются ферменты поджелудочной железы И организм кричит Дайте есть, дайте есть Я готов А если вы не дали? Нам хочется еще сильнее Еще больше всего этого образуется И что бы мы не съели Мы это переварим Расщепим И усвоим Почему? Потому что мы голодные А если он не хочет есть Не хочет Прыгает, скачет и не хочет Почему он не хочет есть? Он не хочет есть потому Что его организм К перевариванию пищи Не готов Она ему сейчас не нужна Если ребенок не хочет есть Он не может расщепить пищу Это будет ему только во вред Это понятно Не кормите его, пожалуйста Не хочет есть Не надо Когда будет надо Пойдет на пользу Когда не надо Когда не готов организм расщеплять еду Это значит, чего-то не хватает Либо желчи Либо слюны Либо сока поджелудочной железы Значит, часть пищи Не расщепится Не переварится Не усвоится Будет гнить в кишечнике Будут газы Будет болеть живот Это, я надеюсь, понятно Молодцы А теперь просто пытайтесь себе У ребенка запах изо рта Сорвали печеночку Это значит, сорвали печеночку Или вот эти слова Сорвали поджелудочную Люди мои Представьте себе Вот от печеночки до рта Есть три двери В одной щелочная среда В другой кислая И так далее То есть, если все эти двери распахнуть Тогда, может быть, вы запах услышите Но когда изо рта запах То где причина? Либо в носу Либо во рту Поэтому нужно думать о том Как вы чистили зубы И как вы промывали нос А не о сорванной печеночке Понятно, да? И если у него нет аппетита То его нельзя улучшить Тем, что вы заселите Его кишечник толстый Какими-то полезными бактериями Аппетит улучшается Не микробами в толстом кишечнике Аппетит улучшается Образом жизни Зная принципы работы Желудочно-кишечного тракта Вы сможете обойти аптеку И пойти в магазин спорттоваров И на стадион Сделали правильные выводы? Встретимся ровно через неделю Всего вам доброго! Итак, друзья Сегодня у нас такая очень Я бы сказал, бесполезная тема Для тех, кто постоянно ходит В школу доктора Коммунса Мы как бы знаем, что дети В закаливании не нуждаются Дети нуждаются в нормальном Образе жизни Нельзя их беречь От неких якобы опасных Факторов внешней среды Тем не менее Дорогие друзья Прекрасно иметь дело С адекватными здравомыслящими Родителями Подписывайтесь на наш канал Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова